Виторган 177 Сумрак доработал каким-то образом эту модель. Честно говоря, недоработанную я и не встречал, и не видел до этого ни разу. Поэтому однозначно утверждать, кто что здесь делал, я не могу. По понятным, я думаю, всем причинам. По той простой причине, объясню все же, что эта модель просто-напросто появилась у нас в мастерской. Именно в таком исполнении. И до этого, в другом исполнении, я ее не встречал. Не знаю, какая она была изначально, это Урал Нива. Но, тем не менее, давайте приступим к обзору этой машины. Что я хотел бы отметить. Наверное, отмечу самые очевидные вещи. То, что вот она Нива, а вот он Урал. И именно поэтому у нас такое интересное название для этого автомобиля. Что относительно текстуры я могу здесь наблюдать. Текстуры достаточно симпатичные, ребят. Может быть, отчасти они, конечно, и несколько размазаны. Но, тем не менее. Вы знаете, дефолт выглядит не намного лучше, чем вот эти текстуры на Урал Ниве. По мне, очень такая, знаете, неоднозначная модель. И даже интересная. И все-таки, видя по скриншотам, что вот эта модель еще и способна, плюс ко всему, возить бревна в прицепе. Соответственно, эта модель еще становится многофункциональной. То бишь, это не просто так вот автомобиль для каких-то там покатушек. Но также мы можем на этом автомобиле возить еще и бревна. На мой взгляд, это очень даже правильное решение автора. Ну, то бишь, он прицепил сюда прицепы. Потому что элементарно кататься просто так по просторам спинтареса, то бишь, по картам, и ничего при этом не возить. Я считаю, что этот мод был бы нефункционален. То бишь, альтернатива УАЗику, моды, то есть такие вот альтернативные, которые УАЗику идут, я считаю, они не очень-то интересны. Хотя их полным приполном в мастерской. Вот. Ну, давайте, собственно говоря, посмотрим, что у нас здесь есть. Вид из кабины у нас, ребят, к сожалению, отсутствует. Давайте заведем сразу. Так. Как я и сказал, вид из кабины у нас, ребят, отсутствует. Вот. Вот такой вот вид от капота. Ну, тоже, знаете, данный вид от капота многого стоит. Видно воздухозаборник, вот эти вот выхлопные трубы. Такие интересные. Более того, я скажу, что эти выхлопные трубы реально рабочие. То есть мы видим, что именно из этих выхлопных труб выходит выхлопной газ. Далее. Клаксон. Клаксон у нас такой легковушечный. Ну, в принципе, грузовиком эту машину и не назовешь, по большему счету. Это, скорее всего, внедорожник повышенной проходимости. И, собственно говоря, фары. Фары, которые, я больше чем уверен, светят. Святят даже очень хорошо. Вот. И по внешнему виду целостному, как скажем. Мы посмотрели с вами на текстурки. Да. Видно небольшую размытость. Но, честно говоря, заострять на эту размытость какое-то внимание, это, знаете, это... Ну, это надо реально как бы прилипнуть к этой текстуре. Тогда, да, здесь можно будет что-то наблюдать. Но, если ехать как бы на расстояние привычное нам всем... Так, мне кажется это или мне не кажется, я не пойму. Ну, ладно, сейчас я к этому еще подойду. То есть, если ехать, в принципе, на этом моде на привычном нам всем расстоянии... Мы же вот так вплотную не ездим, да, там, на этих машинах, да, там. Не как-то... Ну, да, вот здесь вот при таком приближении, да, видно какую-то размытость. Ну, мы чаще всего ездим, да, вот на таком расстоянии, чтобы было видно хопа-хопа с этой стороны, там, с той стороны, дабы не зацепить пенек или еще что-либо. Вот. И на таком расстоянии, ребята, вот это все размытость в принципе не видно. Ну, и, собственно говоря, давайте посмотрим на аддоны. Что у нас здесь с аддонами интересного? Включаем мы с вами гараж. Гараж. Первое, ARC-AN 250 ремонта. Это у нас не что иное, как защита кабины. Ну, что ж, очень даже интересная такая защита кабины. Смотрится офигенно. У меня, в принципе, вы знаете, наверное, неоднократно, вы уже наблюдали, на аватаре в моей группе, именно автомобили доработанные, то бишь, с установленными защитами кабины, с какими-то такими большими колесами, арочными, будь то, или просто там большие какие-то колеса, да. То есть я люблю такие вот автомобили, там, где присутствует эта вот защита, будь то какой-то кенгурин. Ну, и как бы так вот. По мне вот эти вот автомобили очень симпатичны, наверное, по той простой причине, что они неоднозначные такие, знаете. Ну, отличаются они, наверное, от привычных нам уже машин в данной игре. И когда мы видим что-то такое в виде такого тюнинга, что ли, да, апгрейда, я даже, наверное, так сказал бы, то вот лично я вот на такие модели реально вот прямо бросаюсь со всех ног и стараюсь как можно быстрее записать на них обзоры. Лично мне нравится вот такие вот такого плана доработки. Ну, а это, скорее всего, уже изначально все было на этой модели. Я так думаю, да, вот этот весь каркас и так далее. Я просто не знаю, что именно Сумрак здесь доделал. Единственное, он упомянул, что, видите, а ты видел ли новые модели у меня? Я, честно говоря, был очень занят и вообще забыл, когда в мастерскую в последний раз заходил. Ну, думаю, блин, надо человека уважить и записать все-таки обзор на мод, потому что, ну, мод действительно достойный внимания и смотреть на него, вот, лично у меня реально глаза радуются, знаете. Мне нравится такого рода моды. И хочу заметить, ребят, здесь вот этот автомобиль, он максимально приближенный к Бигфуту. А что у нас характерного в Бигфуте? Видно, да, уже видите вы, что вот этот вот каркас безопасности, а на сам каркас безопасности надета вот эта, так скажем, уралнилская рама. Ой, фу, кузов. Вот. А вот он, в принципе, сам каркас безопасности, исполненный в виде Бигфута. А характерного у нас в Бигфутах, ребят, это две поворотные оси. То бишь, при повороте куда-либо, будь то направо или налево, у нас поворачиваются не только передние колеса, но и подворачивают, так скажем, заднюю ось для лучшей маневренности на поворотах. Вот что, в принципе, мы здесь и наблюдаем. Вот поворачивая передние колеса влево-вправо, вы можете наблюдать то, как поворачивается и задняя ось. То бишь, при поворотах этот автомобиль будет однозначно маневренным. То бишь, залетать в поворот он будет, я считаю, очень хорошо. Но мы это еще проверим. Относительно работоспособности подвески у меня, честно говоря, даже сомнений никаких нет. Но, тем не менее, прокатимся и посмотрим. Прошу прощения. Так, ну и далее по аддонам. Что-то я от этого как-то... Рембокс. Это у нас ремонтный комплект. Это емкость цистерны 100 литров, 200 ремонта. Что ж такое? Вот, 200 ремонта. Вот вроде кажется, что как будто и дефолтно. Но что-то вот этого, по-моему, вот этой части, это уже новое что-то было доделано. То есть вот это дефолт, скорее всего, да? Но здесь нет запаски уазовской. И здесь вот доделаны вот эти вот всякие... Какой-то опор, огнетушитель, аккумулятор, лопата, канистрочки стоят. Вроде как бы так, да. Вот. А ящики это дефолтные. Ну, смотрится классно, классно, ребята, однозначно. Далее, далее. Трактор. Трактор. Вот у нас трактор 100 ремонта. Он еще плюс ко всему нам дает. Одеваем. Данный трактор у нас в простонародье называется фаркопом. Вот. Далее. И далее у нас пошли, ребят, прицепчики. А именно, первонаперво у нас идет бортовой прицеп. Так. Подгонка изумительная. И все дужка в дужку. Так. Бортовой прицеп. Снимаем тележка-фургон. Два очка. Гаража. Тоже все прекрасно и замечательно ставится. И также сервисная тележка-емкость цистерна 400 литров и 600 ремонта. Все точно так же смотрится изумительно. Давайте, ну, по первой, я, наверное, все-таки скину все вот эти тележки. Прокатимся, ребят, вот в таком исполнении. Здесь мы сейчас еще, забыл, правда, продемонстрировать. У нас здесь еще колесики есть. У нас три комплекта колеса. Вот сейчас у нас стандартная резина. Также у нас есть увеличенные колеса. С хром-дисками, по-моему, да? Смотрятся как будто хромированные, что ли, не знаю. Ну, блестят характерно. Резина смотрится достаточно красиво. Такая ярко выраженная резина. И, ребят, у нас еще есть внедорожные колеса. Вот какие. Ну, кстати, тоже симпатичные. Очень даже симпатичные колеса. Ну, не знаю, по моему мнению, вот эти колеса первые, они самые, наверное, симпатичные. И смотрятся на данной модели наиболее гармонично. И вот в таком исполнении мы, наверное, с вами и прокатимся. Звук у нас двигателя дефолтный. А именно, ураловский 4320. Ух, ух. Ядрен. Урон у нас. Предел по урону 600 всего-навсего. Ну, не знаю. Мне кажется, вот этот автомобиль, он достаточно скоростной. Хватит ли этому, этого урона? Ну, на самом деле, вот, по моему мнению, данный автомобиль очень будет... Блин, смотри, как он вписывается в повороты. Даже на высокую скорость. Правда, мы чуть не вылетели. Но любой бы другой автомобиль бы улетел бы давным-давно. Здесь, как бы, за счет задней поворотной оси, все-таки он на больших скоростях достаточно уверенно держится в поворотах. Залетим ли мы на гору без повышенной? Блин, офигенно прет, ребят. Просто офигенно. Залетает только в путь. Вау. Так, дамаг на высоких скоростях. Это для нас уже дело привычное. Пролетел данную грязевую лужу вообще без каких-либо проблем. Ой. Куда-то на гору полезно. Впереди нас ожидает первый неглубокий брод. Ух, взлетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, из брода съезжаю. Блин, 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 блин. Ай, не удонуть бы. Давай, родной, давай. Вот, молодец. У меня просто как бы на моем полигоне вот возвышенность непосредственно по самой колее. А шаг вправо или шаг влево, пиши пропало. Так, давайте заправимся. Так, да. А вот здесь еще можно, ребята, у нас здесь цистерны заправить. То есть, канистры. Заправили. Визуальная заправка ни на что не повлияла. Я имею в виду, автомобиль не просел. Ну, в принципе, знаете, 100 литров для любой машины, даже для самой элементарной легкового автомобиля 100 литров залить и, знаете, особо ничего не изменится в плане подвески. Давайте перейдем на пониженную. Тем самым усложним задачу. Даже немного я сбавлю обороты. Блин, ну, вообще просто по грязи едет и не чует ее. Автомобиль мазюкается, мочится, намокает. Вот. И тут как бы... О, ну, обороты... Обороты огромные, конечно. В грязи на таких оборотах он не шибко-то хочет ехать. Но, видать, из-за низкой массы автомобиля нас в реках просто уносит. Так, ну и, собственно говоря, вот мы доехали с вами уже до лесоповала. Сейчас мы с вами установим сюда нашу телегу. Так, ну, здесь у нас как бы грузиться бревно некуда. Соответственно, мы установим здесь бортовой прицеп. И давайте посмотрим так, бортовой прицеп загрузить. Насколько он будет проходимый уже с бревнами. На пониженной грязь. Ну, по-перво я могу вам сразу сказать, что не так уж и охотно он в грязи проехал. Он выехал из этой лужи грязевой с бревнами. Ну, давайте сейчас там еще будет одно место. Там будет глубокая грязь, глубокая лужа. И давайте посмотрим, как он там проедет. Я не знаю. Я, честно говоря, данный мод бы, наверное, преимущественно использовал не как лесовоз, да, а как техпомощь. Вот это, по-моему, самое оптимальное было бы для данного мода. Ну, кому что. Так, на пониженной данной грязи. Ну, едет, знаете, конечно, не супер-купер какой-либо скоростью, но он едет. Можно понизить обороты еще. Чтобы не было каких-то там либо прокручиваний. Вы можете наблюдать, насколько глубокая здесь грязь. И я считаю, что вот этот Урал-Нива достаточно хорошо справляется с этим препятствием. Шикарно. Очень хорошо. И очень комфортно он проезжает данное препятствие. Потому что здесь далеко не каждый грузовик так же, в принципе, спешно проскакивает. Очень долго порой приходится выковыриваться. Ну, здесь вот как бы с этим модом проблем у нас нет. Вопрёт. Вопрёт, ребят. Не, ну зачетный автомобиль. Реально зачет. Зачет даже за свою неординарность. Ну, хочу заметить, что масса у него, конечно, невелика. Я, честно говоря, мало что в этом понимаю. Не знаю, где это посмотреть. Где у него там масса прописывается. Сколько он весит. Ну, судя по всему, масса невелика. По той простой причине, что, я думаю, вы заметили, когда я затормозил на локации пилорамы, жопу-то у нас закинуло. То бишь, вот этот прицеп с брёвнами, видать, тяжеловат для него. Но, тем не менее, тащит он его отменно. Разгружаемся. Заползаем в гараж, скидываем... Да, да. Скидываем мы это белое. Закрываем. Проверим на уровень нанесения урона водой. Блин, а поворотная задняя ось, конечно, смотрится великолепно. Вот. Ну, в принципе, могло быть и маленько повыше. В принципе, воздухозаборник ещё... До воздухозаборника ещё как бы вода не добралась, но урон мы уже получаем. Ну, ладно. Это не столь важно на самом деле. Ну, короче, как, грубо говоря, капот вода накрыла, так у нас начинает набегать на нас урон. Ну, а так вот, в принципе, я могу сказать одно, что достаточно проходимый автомобиль. Давайте попробуем посмотреть, на что он способен будет на данном препятстве. еду, ребят, на автомате. То есть, блин, едет вообще офигенно. Просто офигенно. Давайте на первую. Как бы усложним задачу. На скорости здесь каждый дурак проскочил даже на допорожке. А вот на пониженной, смотрите, ямка за ямкой, уперлись. Опа! Офигеть! Вот это проходили. Вот за счет, конечно, своей короткоходной базы, здесь вот я не знаю, что ему надо засунуть в промеж оси, чтобы он застрял. Я, ну, столько на забор повесил. А все вот эти вот препятствия, они просто для него как семечки. Поплыли дальше. Изумительно. Изумительно проходит, ребят. Просто офигенно. Офигенно. вот вам, пожалуйста, работоспособность подвески. Я думаю, все видят то, как работают эти вот белые тяги. То, что они шевелятся. То бишь, подвеска у нас рабочая. Все выполнено очень красиво, очень качественно. и я это, как всегда, назову на профессиональном уровне. Ну, давайте проверим по скорости, потому что, честно говоря, для меня это тоже немаловажно. Ух ты! Вот это он прет от души 40 км в час. 42 км в час. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кисаться до сюда. Ну, наверное, на асфальтированной поверхности этот автомобиль мог бы продемонстрировать еще большую скорость. Ну, по грунтовке вот он бежит у нас 43 км в час. Это максимум, что я мог наблюдать. Блин, управляет, конечно, на большой скорости. Им тяжеловато. Ну, оно и понятно с такими-то колесами. 43. Ну да, 43, там почти 44 км у нас получается. Ребят, опять же, кто смотрит мои обзоры, я думаю, вы многие наблюдаете, что далеко не каждый автомобиль доезжает именно оттуда, откуда мы начали наш обзор. А что это может означать? Означает это лишь одно, что мне реально вот этот мод понравился. Потому что, ну, порой, ну, не хочется мне ехать, да, вот полный круг, там, допустим, автомобиль очень медленный, вот, либо просто-напросто мод неинтересный, надоедает он мне на время обзора. И как бы далеко не каждый автомобиль доезжает до того места, откуда начинаем. Здесь же я проехался, постоянно что-то болтал, потому что реально сопровождение какой-либо болтовни здесь просто, ну, это как неотъемлемая часть. то есть постоянно хочется что-то про этот мод говорить. Его неординарный внешний вид, это, я считаю, отличная идея автора. Отличная идея, потому что это симпатично смотрится, я думаю. И, наверное, на этом я закончу свой обзор. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться. Прошу просить. Не забывайте подписываться на мой канал, также вступать в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет у меня под видео. И всем большое спасибо за внимание. И всем пока.